Здравствуйте! Время новостей на телеканале Первый Карагандинский. В студии Полина Малюкова и в начале выпуска коротко о главном. Вопрос об открытии дачного сезона и разрешении выезда на дачи в Карагандинской области еще решается. Владельцы приусадебных участков опасаются, что в этом году они останутся без урожая. Более трех миллиардов тенге выплачено медработникам, которые противодействуют коронавирусной инфекции. Доплата медработникам начисляется в зависимости от групп риска. Военнослужащие Карагандинского гарнизона ежедневно патрулируют улицы города во время ЧП. Задействованы в этом женщины в погонах. В социальных сетях появляется информация о том, что дачникам необходимо предоставить в Акиматы свои данные и копии документов о владении земельными участками. Такая возможность доступна только для законных владельцев. А вот о том, как быть тем, у кого дача оформлена на одного человека, а работают другие, пока вопрос. Дача Нина Серовая оформлена на ее отца. Состояние здоровья уже несколько лет не позволяет ему даже выходить из дома. Участком занимается мама женщины. Сама Нина посменно с зятем играют роль водителей и помощников. В данной ситуации, не являясь законными владельцами, работники просто не смогут добраться до дачи. И в таком положении оказались многие садоводы. Мужчина купил дачу своей мамы. Он владелец, но он не работник на даче. Он привозит на дачу маму и увозит ее с дачи. У человека больные ноги, сахарный диабет. С этой стороны на даче у меня молодая семья. Это люди, которые взяли дачу, скажем так, в аренду у своей тети, переехавшей на ПМЖ в Россию. И они вообще не владельцы дачи. Людям по 25-26 лет, да, у них ребеночек 4 годика. Здесь у них никого. Они не с кем оставить ребенка. У них есть собственный автомобиль. Как быть этой семье? В этом году у садоводов еще не было возможности посетить участки. Тем не менее, женщина уже подготовила рассаду. Только на семена потратила 20-30 тысяч тенге. Плюс оплата за воду, свет и налога на имущество. Итого у каждого дачника уходит около 50 тысяч. Многочисленные обращения в Акимат не увенчались успехом. В Акимат меня отправили в палату предпринимателей. Ни один телефон не поднимает трубку, которую мне дали. Я звонила 109 компаний, вот этот вопрос с иным. Мне предоставили номера телефонов. Работает только кулцентр. Я дозвонилась до секретаря Акимата. Мне посоветовали два вопроса, да, и два номера телефона дали. Но из шести номеров телефона, которые у меня есть, нигде невозможно дозвониться. Они просто постоянно, постоянно заняты. Дело усложняет и то, что нотариальные компании в связи с ЧП закрыты. Заниматься переоформлением документов нет возможности. Вопросов у дачников много. Может ли семья подать несколько ИИН и ездить по очереди? И как быть в случае, если не с кем оставить ребенка? Каким будет маршрут дачного автобуса? И будет ли запрет на посещение, если есть задолженности по оплате? Пусть нам дадут возможность в будни, чтобы один раз в неделю хотя бы я маму вывезла. Да, мы что-то сделаем на даче. Суббота-воскресенье с ней поедет зять. Он там вскопает. Все, что нам нужно, предоставьте нам возможность самим решать, кто поедет на дачу. Разрешите семьям с маленьким ребенком взять ребенка на дачу с собой, если это муж с женой, а не владельцы дачи на собственном автомобиле. Вот это мы хотим от Акимата, чтобы нас услышали, чтобы они рассмотрели наши вопросы. А вопросов не очень много, но основные я озвучила. Добиться разрешения на огородно-садоводческие работы пытаются и в Тимиртау. Люди собрались у дачных сообществ, чтобы получить электронные пропуска, которые позволят им беспрепятственно добраться до участков. В Акимате области точного ответа пока не дают. По сообщению пресс-службы, вопрос посещения дачных участков сейчас на стадии обсуждения. Председатели дачных сообществ собирают данные своих членов. Механизм получения пропусков обрабатывается. Дополнительные сведения будут сообщены позже. Отметим, что согласно постановлению главного санитарного врача Карагандинского региона, в карантинных зонах ограничено движение людей и транспорта, в том числе и для дачников. Добираться до работы и обратно жители могут только с 5 утра до 10 утра и с 5 вечера до 21.00. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Более 3 миллиардов тенге выплачено медработникам, которые противодействуют коронавирусной инфекции. Доплата медработникам начисляется в зависимости от групп риска – от 212 тысяч до 850 тысяч тенге. Надбавка осуществляется ежемесячно из расчета за фактически отработанный период, начиная с 1 марта. Списки получателей формируют региональные комиссии при оперативных штабах. Выплаты производит Фонд социального медицинского страхования по спискам, предоставленным комиссиями. К первой группе риска отнеслись медицинский персонал, работающий непосредственно с пациентами, имеющий лабораторно подтвержденный диагноз коронавируса в инфекционных стационарах и центрах реанимации. То есть они работают с людьми, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. В самой высокой группе доплата, выплата определена в размере 20 минимально заработных плат, иначе 850 тысяч тенге. К второй группе отнесены медицинский персонал, работающий в провизорных стационарах. То есть это те работники, которые контактируют с пациентами, у которых имеются симптомы, такие как температура, кашель, ОРВИ, пневмония, которые близки к диагнозу коронавируса, но не подтверждены. Однако есть высокая вероятность. Размер надбавок здесь определен в размере 10 минимально заработных плат или 425 тысяч тенге. К третьей группе риска отнесены медработники, которые участвуют в проведении противоэпидемических мероприятий, работники приемных отделений экстренных стационаров, члены оперативных штабов, работники здравоохранения, обеспечивающие карантинный режим на блокпостах. Надбавка не превышает пятикратного минимального размера заработной платы в месяц. Это 212 тысяч тенге. Почу отметить, что надбавка производства за счет средств республиканского бюджета. Решение по премированию сотрудников, согласно приказу министра здравоохранения, принимается специально созданным при оперативных штабах региональными комиссиями. Представателями которых назначаются руководители должностей лица не ниже заместителя Акима области, куда входят управления здравоохранения в том числе. За март свыше 17 тысячам медработникам уже начислено более 3 миллиардов тенге. Найбольшие суммы выплачены медицинским работникам Алматы и Нурсултана – порядка 2 миллиардов тенге. В фонде заявили, что все медработники получили выплаты. В Караганде вынесли приговор водителю, который в октябре прошлого года протаранил пять автомобилей и стал виновником гибели 29-летней девушки. 49-летний житель областного центра проведет 5 лет в исправительном учреждении минимальной безопасности. Пять лет лишения свободы – такой приговор вынес судья Казабикбийского районного суда Саян Акожин в отношении 49-летнего карагандинского бизнесмена. Напомним, авария произошла во дворе жилого массива в октябре прошлого года. Внедорожник протаранил пять припаркованных автомобилей. В результате столкновения погибла молодая девушка. Как показала экспертиза, водитель «Лексуса» был пьян. В ходе судебных заседаний он признался, что спешил, скрываясь от полиции. Приговор судья зачитал в онлайн-режиме. Впереди виновника ждут разбирательства с владельцами пострадавших авто и возмещение морального вреда родным погибшей. Житель Карагандинской области пытался в багажнике провести через блокпост свою невесту. Об этом сообщает пресс-служба областного департамента полиции. Стражи порядка отмечают, что это не единичный подобный случай. Инцидент произошел поздно вечером на одном из карантинных блокпостов. Инспекторы отдела полиции поселка имени Габидена Мустафина остановили автомашину «Ауди». Во время осмотра полицейские обнаружили спрятавшуюся 35-летнюю женщину. По словам водителя, это была его невеста. В отношении нарушителей составлен административный протокол. Нарушителю грозит штраф в размере 27 780 тенге. Военнослужащие Карагандинского гарнизона ежедневно патрулируют улицы города во время ЧП. Задействованы в этом и женщины в погонах. Рискуя собственным здоровьем, они вносят вклад в предотвращение распространения вирусной инфекции. Привлечь вооруженные силы распорядились Верховный главнокомандующий вооруженных сил РК и министр обороны. С 25 марта они обеспечивают общественный порядок и следят за недопущением нарушений в период действия чрезвычайного положения. Так, с 25 марта 2020 года во исполнение приказа начальника главного управления военной полиции, личный состав отдела Карагандинского гарнизона, совместно с сотрудниками местной полицейской службы управления города Караганды и в составе 24 военнослужащих приступили к патрулированию на указанных маршрутах. Военнослужащие совместно с сотрудниками местной полицейской службы проводят мониторинг работы всех организаций и предприятий. Также контролируют передвижение карагандинцев и личного транспорта. Напомним, на своих автомобилях можно ездить только на работу и обратно сотрудникам компании по разрешенным видам деятельности. Для этого сведения об автомобиле и его владельце обязательно должны быть в информационной системе Центра оперативного реагирования при Акимасе области. Кроме того, передвигаться на личном транспорте можно только в определенные периоды времени. На данный момент зафиксировано более 50 административных нарушений. Все виновные понесут наказание. Полина Малюкова, Аман Кужанов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. Китайские врачи завершили свою работу в Казахстане и вернулись домой. Обратный перелет группы был осуществлен силами военно-транспортной авиации ВВС Казахстана. Визит группы из 10 китайских врачей продолжался 15 дней, начиная с 9 апреля. За это время специалисты из Поднебесной посетили медицинские учреждения. В рамках семинаров, тренингов и конференций поделились с казахстанскими коллегами опытом в профилактике коронавирусной инфекции и лечении больных COVID-19. Два дня китайские врачи работали в Карагандинской области. Гости высоко оценили систему здравоохранения нашей страны, профессионализм докторов и современное оборудование. Однако было и несколько замечаний. Самая основная проблема – это организация поликлиник, то есть прием пациентов ведется только в режиме одного коридора. Нужно, чтобы было два коридора для больных и врачей. Также мы заметили, что некоторые врачи не соблюдают правила экипировки, но таких случаев немного. В каждом регионе специалисты рассказали об алгоритме выявления зараженных и их изоляции, методах исследований, диагностики и правилах предотвращения инфицирования медицинского персонала. Проводя эпидемиологическое расследование, мы выявляем пути там, где непосредственно произошел контакт, заражение. И это все как раз-таки играет роль и задача для того, чтобы мы все-таки рассредоточили население, определили значимость тех служб, которые должны сейчас сыграть, выполнить свою поставленную задачу. И я думаю, что Китай, в котором плотность населения очень высокая, численность зараженных инфекций тоже высокая, я думаю, что их подход, их организация и принятие своевременных решений по ликвидации, я думаю, оно нам поможет. В Караганде китайские специалисты посетили также молекулярно-генетическую лабораторию Медицинского университета и провизорный госпиталь областного многофункционального центра имени профессора Макожанова. Полина Малюкова, Данил Тарасов, Андрей Тимофеев, Первый Карагандинский. На этом наш выпуск подошел к концу. Если у вас есть интересная информация, обязательно делитесь ею с нами. Телефон службы новостей 420649. Берегите себя и оставайтесь дома. А мы будем держать вас в курсе всех актуальных событий. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин